15 октября исполнилось 77 лет со дня рождения Леонида Твердохлебова, главы Щелковского района с 1996 по 2008 год, почетного гражданина района. Его не стало в апреле прошлого года, но память о себе он оставил нестираемую. Строитель по профессии и созидатель по призванию, он преображал город и районы внутренне и внешне, от градостроительства до муниципального устройства, от промышленности до беспрецедентной открытости власти. Немало ярких страниц было вписано в развитие Щелковского спорта. Масштабные объекты, стадион Манеж, международные соревнования, включая матчи Чемпионата мира по футболу среди девушек, и, конечно, создание футбольных клубов «Спартак» в большом футболе и мини-футбольного «Спартака» Щелкова. И вспоминать Леонида Твердохлебова щелковские спортсмены решили по-своему, по-спортивному. Любой турнир памяти праздник всегда немного грустный, но удостаиваются подобные части только самые-самые. Личности, внесшие бесспорно заметный вклад в историю. Турнир памяти Леонида Твердохлебова в его день рождения, хочется верить, станет традиционным. Турнир по мини-футболу «60 плюс» по инициативе ветеранов щелковского футбола организовала администрация городского округа Щелкова. В этом первом участии приняли четыре команды. На приглашение щелковцев откликнулись ветераны из Ярославля, города Конаково Тверской области и соседние Ивантеевки. Имя Леонида Твердохлебова и за пределами района было хорошо известно. Это большая память о нем, как показатели. Мы с большим удовольствием приехали, как нас пригласили, будем всегда приезжать, потому что всегда помним его как человека хорошего, как спортсмена. Я сам футболист, более десяти лет был знаком с Твердохлебовым. Если вы помните, была команда мастеров, когда они играли в третий дивизион, они два года подряд арендовали на стадион, и команда играла в Ивантеев. Потом построили свой стадион и перебрались сюда. У меня лучшие воспоминания о Щелкове. Много ребят в Щелковске играло за Ивантеевку. Капитаны команд возложили цветы к портрету Леонида Твердохлебова и почтили его память с минутой молчания. Почетное право открыть соревнования предоставили членам семьи, супруге Тамаре Владимировне и дочери Татьяне. Формат турнира выбрали в соответствии с возрастом участников. Играли каждый из каждого матча по 20 минут. То есть каждая команда проводила по три игры. А всего игр получилось шесть. Обилия голов не было, и оттого каждый забитый мяч еще более ценен. В первом матче команда Ярославля обыграла со счетом 1-0 соперников из Конаково. Щелковцы вышли на паркет манежа УСК Подмосковье вторыми против соседей из Ивантеевки. В составе нашей команды бывшие игроки местного «Спартака» Сергей Суслин, Андрей Серебряков, Владимир Григорьев, Олег Плащинский, бывший тренер МФК «Спартак» Щелкова и председатель спорткомитета Александр Лексин, а также футболисты-любители. Они стараются поддерживать форму, участвуя в турнирах ветеранов, но некоторые уже не играют. Тем не менее, никто не отказался выразить уважение к памяти Леонида Твердохлебова участием в турнире. Люди рано-рано встали, чтобы только в 10 утра добраться сюда, в наш спортивный комплекс, в наш город, для того, чтобы почтить память этого великого-великого человека. Он был не только главой района, который сделал огромный, огромный пользу, принес вообще нашей территории, но и президентом и нефутбольным кубом «Спартака» Щелкова, который Кубок страны выиграл в 2005 году и был бронзовым, середовым призером. Была открыта детская спортивная школа, которая подпитывала, из мальчишек растила свои резервы. Я считаю, это большое дело. И вот этот манеж, в котором мы сегодня проводим мероприятие, это его детище. А как я не приду на такую игру? Все-таки я с ним много сделали здесь. Он для нас много сделал. Футбол-то весь поднялся благодаря ему тут. Да и город весь поднялся благодаря ему, если говорить честно, откровенно. Встретились, чтобы вспомнить Олег Андреевич, это как бы нельзя было не прийти. Это человек, который и меня лично вернул в большой футбол, и многих ребят. Как бы мы здесь застали это время очень хорошее, и весь город его вспоминает. В матче с Ивандеевкой нашим пришлось отыгрываться. На гол соперника после розыгрыша штрафного Челковцы провели массированную атаку. Мяч попал сначала в штангу, после чего Александр Лексин добил его ворота. Ничья 1-1. Также в ничью, но только с нулевым результатом, закончилась игра с командой города Конакова. А с трибун Манежа футбол смотрели не просто болельщики. Это друзья и коллеги бывшего главы Щелковского района. Для них турнир памяти стал возможностью встретиться, пообщаться, вспомнить, как вместе с Леонидом Твердохлебовым работали на благо района. Приехали яркие представители спорта, как принято говорить, высших достижений. Олимпийская чемпионка 80-го года Татьяна Гойшик и легенды мини-футбола, обладатели Кубка России 2005 года в составе Спартака Щелкова, бразилец КК и Максим Бодренко. И отсюда, и от Щелкова. Щелков для меня это родной город, и здесь началась, вот можем сказать, моя жизнь, взрослая жизнь, да. И здесь я приобрел очень многое. Думаю, что самое главное это русский дух, да. И здесь были очень красивые моменты, очень красивые победы. Мы были, мы следили, как и, изведители были, как и выросли в футзале здесь мини-футбол в Щелково. И поэтому, конечно, это все благодаря Леониду Андреевичу. И просто за такой человек, но в вещи памяти я не мог не прийти. Расклад сил определялся в заключительной шестой игре, где встретились команды Щелкова и Ярославля. Матч выдался на редкость упорно, но за три с половиной минуты до конца наши ветераны красиво разыграли штрафной, и гол забил Владимир Григорьев. Однако удержать победу не получилось, ярославцы отыгрались. Три ничейных результата позволили команде Щелково занять только третье место. Вторые ветераны из Ярославля, а победный кубок из рук Тамары Твердоклебовой получил капитан команды Леонидеевки. Ой, радостные эмоции, был очень красивый футбол. И очень радостно, что в Щелково положена традиция такого турнира. Надеюсь, это будет ежегодно, потому что спорт и эмоциональ он сближает, он дает здоровье, это здорово. А как думаете, Леонид Андреевичу понравилось бы сегодня смотреть? Однозначно, однозначно. Голы были великолепны. Вообще наша команда играла отлично. И вот на табло помним и любим, ценим, и такие слова ценные и для Леонида Андреевича. У него бы в жизни были расставлены правильные приоритеты. Он ценил хороших людей, сам был честным таким, добросовестным, пунктуальным. А это очень важно. Организаторам огромное спасибо. Первый турнир состоялся. И главное в нем было не результат, а общение. И отыграть без травм. Как выразился кто-то из участников, нам хочется продлить свою молодость. В том числе и ради сохранения памяти о Леониде Твердоклебове. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.